Или с мобильного на короткий номер звёздочка 2203, звёздочка 2203. Звонки по России бесплатные. Звёздочка 2203. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. Радио России. Союзное государство. Новости. Программа произведена по заказу телерадиовещателя организации Союзного государства. У микрофона Степан Гришин. Здравствуйте. Создание объединённого рынка электроэнергии России Беларуси станет важным шагом в укреплении энергетического потенциала Союзного государства, заявил глава Минэнерго Беларуси Виктор Каранкевич. По его словам, стороны проделали большую работу, передаёт телеканал «Беларусь». Как сообщили в российском Минэнерго, проект договора о едином энергетическом рынке России и Беларуси согласован. Ведомства отметили, что формирование объединённого рынка будет поэтапным. Сначала торговлю будут вести юридические лица, которых определят Москва и Минск. В последующем, с учётом интеграции в газовой сфере, предусмотрена более глубокая интеграция в электроэнергетической сфере, передаёт ТАСС. В России могут появиться активные работы по их созданию. В ноябре прошлого года в Краснодаре был дан стар строительству мультибрендово-торгово-сервисного центра белорусской техники в планах поставки белорусской сельхозтехники, а также электробусов. Главное радио страны. Вести. Здравствуйте. В студии Степан Гришин. В этом выпуске Владимир Путин назвал вызовом инфляцию в 7,4%, которое было зафиксировано в прошлом году. Вооружённые силы России поразили три склада боеприпаса БСУ, две радиолокационные станции, пункт дислокации иностранных наёмников. Крещенских морозов в Москве не ожидается ночью, но 19 января будет тёплой. Далее подробнее. Владимир Путин назвал вызовом инфляцию в 7,4%, которая была зафиксирована в прошлом году на совещании с членами правительства. Президент обратил внимание, что реальный рост зарплат за 10 месяцев составил 7,7%, что сопоставимо с инфляцией. Глава государства рассчитывает, что общими усилиями с участием Центробанка удастся решить задачу по снижению инфляции. Обсуждая вопрос о регистрации спецтехники, в том числе тракторов и комбайнов, Путин заступился за гаишников. Президент отметил, что их задача не ловить кого-то на дорогах, а обеспечить безопасность движения. С удивлением узнал, что регистрацией аэродромной техники занималось Министерство советского хозяйства. Так? Действительно? Так и вы? Так и есть? Да, это правда, потому что просто исторически начиналось это всё с регистрации тракторов и комбайнов. И чтобы не перегружать в своё время ещё в советское ГАИ, занимался этим Минсельхоз. Ну, чтобы гаишники не ловили трактористов и комбайнёров по дорогам, по полям. А потом уже добавилась другая техника. Задача гаишников не ловить кого бы то ни было на дорогах, а обеспечить безопасность дорожного движения. Понизить смертность на дорогах, снизить количество ДТП. Ну, это надо привести всё в нормальное состояние в соответствии со здравым смыслом и потребностями экономики соответствующих отраслей. Фонд для капитального ремонта аэродромов. По аналогии с Дорожным фондом, президент заявил, что это возможно, надо найти источники финансирования. И новость последних минут. Владимир Путин приехал в свой избирательный штаб. Ранее в Кремле сообщили, что в гостином дворе президент встретится с волонтёрами и сопредседателями своего штаба. Срочное сообщение. В Севастополе объявлено воздушной тревогой, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В городе движение общественного транспорта прекращено, других подробностей пока нет. Российские войска за сутки пройтили три склада боеприпаса ВСУ, регуляционные станции обнаружения и сопровождения воздушных целей, а также пункт временной дислокации иностранных наёмников. Средствами ПВО за сутки, по данным Минобороны, сбиты 11 снарядов реактивных систем залпового огня «Альхай-Вампир» чешского производства, уничтожен 21 украинский беспилотник. На Южно-Донецком направлении потери Киева составили до 75 военнослужащих, сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. На Южно-Донецком направлении подразделениями группировки «Восток» при поддержке авиации и артиллерии нанесено поражение формированием 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 127-й бригады территориальной обороны в районах Новомихайловки, Поросковиевки и Приютного. Потери противника составили до 75 военнослужащих, два автомобиля, 152-мм орудие Д-20 и 122-мм самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Херсонском направлении нанесены удары по морской пехоте ВСУ, потери Киева за сутки составили до 25 военнослужащих и две САУ «Гвоздика». Иран никогда не поставлял России беспилотники ракеты для использования на Украине. Об этом заявил глава МИДа Исламской республики Хосейн Амир Абдухалаян. Передает ТАСС. Министр отметил, что Киев не предоставил Ирану никаких доказательств того, что Россия якобы использует иранское вооружение в ходе спецоперации. Обещанный Киев Лондонам пакет финансовой помощи в размере 2,5 миллиарда фунтов стерлингов существует пока только в проекции на следующий финансовый год, сообщил посол России в Лондоне Андрей Келлин в афире телеканала «Россия-24». Ранее британский премьер Риша Сунок посетил Киев, объявил о выделении крупнейшего пакета помощи, а также подписал с главой киевского режима Зеленским соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. По словам Келлина, этот документ можно назвать скорее меморандумом о намерении, но недооценивать его не следует. Это соглашение не выглядит как юридический документ, прежде всего. В нем нет обязательств, которые были бы составлены в юридической форме. Нет там о гарантии безопасности для Украины. Это скорее по форме меморандум о намерениях. Он фиксирует намерение британцев продолжать оказывать Киеву комплексное военное содействие в течение ближайшего десятилетия. По сути, Лондон закрепил на бумаге все то, что он и так сейчас делает, включая обучение военнослужащих, санкций против нас и так далее. Ну, срок, конечно, 10 лет надуманный, нереальный. Здесь вспоминают такие священные союзы начала XIX века, которые быстро потом распарились. Тем не менее, недооценивать все это не следует. Соглашение однозначно признано намертво удержать Киев в позиции геополитического тарана против России. Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что этим соглашением Лондон пытается не дать союзникам по НАТО потерять интерес к происходящему на Украине. Документ также говорит о том, что Киеву не дадут выйти из конфликта переговорным путем. Столичные сугробы могут вырасти еще на 10 сантиметров из-за сильного снегопада, который начнется завтра днем. Об этом сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. В ночь на четверг благодаря гребне антициклона станет малооблачная температура воздуха в Москве понизится до минус 15-18, под Москвой 15-20 мороза. Но завтра днем уже скажется влияние прохождения теплого фронта с запада, из-за чего небо затянут многоярусные облака. После полудня примерно в 13-14 часов зарядят облажные снегопады, которые будут идти сутки. Но в результате за 24 часа обрушится 10-15 миллиметров осадков или около четверти от месячной нормы. Соответственно, возможно, что будет еще установлен суточный рекорд осадков именно для 18 января, который держится с 2013 года, когда высоткомер попала 10 миллиметров. Пульсу группы вырастут на 10 сантиметров до 44-54 сантиметров, что в полтора раза больше положенной в середине зимы нормой. По словам синоптика, крещенских морозов не ожидается. Ночь на 19 января будет теплой около 0 градусов. Спорт. Студия Екатерина Слодотянкова, здравствуйте. Полузащитник Парея Нейн Эдгар Севикян перешел в венгерский Ференс Варыш, который воспользовался опцией выкупа футболиста. Об этом сообщается на официальном сайте Нижегородской команды. Футбольная Динамо предписала полузащитнику Даниэлу Лисовому вернуться в расположение клуба. По информации Спортэкспресса, причиной срыва трансфера россиянина в Маккаби из Хайфа может стать проблема с его оплатой. Елена Аванесян вышла в третий круг открытого чемпионата.